Сегодня в Архангельске продолжит работу четвертый международный форум «Арктические проекты сегодня и завтра». На конференции будут озвучены предложения по повышению эффективности организации транспортно-логистического обеспечения Арктического региона и островов Курильской гряды. Также сегодня пройдет заседание судостроительного кластера Архангельской области. За 9 месяцев 2016 года налогоплательщики по море пополнили казну России на 80 миллиардов рублей. Основная часть – это налог на добычу нефти, доходы физических лиц и на прибыль организаций. Соловкам выделят 210 миллионов рублей на расселение аварийного жилья. Строительство и реконструкция многоквартирных домов начнется в 2019 году. Для получения этого финансирования Архангельской области необходимо разработать проектно-сметную документацию и согласовать с ЮНЕСКО оценку воздействия строительства на объекты всемирного наследия. Арсенал в лесу. Всего больше двух тысяч взрывоопасных предметов неподалеку от станции Емца Плесецкого района обнаружили участники поискового отряда «Десантник». Артефакты времен интервенции, патроны различного калибра, артерийские взрыватели, гранаты и мина – все это было уничтожено на полигоне под Архангельском. Сегодня в Поморской столице откроется второй форум приемных родителей Архангельской области. В его работе примут участие около 400 приемных родителей, специалистов органов опеки и попечительства и государственных учреждений для детей-сирот. В рамках форума состоится награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества Ассамблеи замещающих семей. В этом году в нем приняли участие 13 семей из 9 районов региона. 60 лет назад был сдан железобетонный подвесной мост через реку Кузнечиху, соединивший центр Архангельска с Соломболой. Проект разработала проектно-изыскательная контора государственного треста коммунального и дорожно-транспортного строительства. В 2003 году прошел первый капитальный ремонт моста. Были разобраны трамвайные пути, срезан толстый слой асфальта, покрашены в красно-оранжевый цвет металлические конструкции. В Архангельске завершился благотворительный проект художники детям. Кисти и краски взяли в руки ребята с ограниченными возможностями здоровья. Всего 10 участников. Юные художники творили под руководством нескольких мастеров. Евгения Тенитова, Екатерина Кишевой и Татьяна Зимиревой. У детей-то на самом деле можно поучиться еще в процессе, когда они делают. Они же это делают искренне, и поэтому очень интересно с ними работать всегда. Потому и рисунки самые разнообразные. Кто-то играл красками гуаши и карандашей, кто-то создавал коллажи. Пейзажи или натюрморты – здесь все достойно пристального рассмотрения и восхищения. Даже что-то новое узнала, как рисовать лучше. Не так хорошо рисовала, потом с Татьяной поработала, стала рисовать. Еще больше ярких работ и впечатлений участников проекта «Художники детям» сегодня в очередном выпуске программы «Автограф дня» в 19.20 на канале ТВ-центр. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите. Ждем вас на Ломоносова 154. Облачная и дождливая погода ожидается в Архангельске 20 октября. Возможен туман. Ветер юго-западный и западный от 2 до 7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Тип погоды второй – благоприятный. Каждый час смотрите выпуски «Сейчас» в регионе на канале ПС и будьте в курсе самых главных событий. Редактор субтитров А.Семкин